Здравствуйте! Всех приветствую на своем канале. И сегодня я хочу поговорить об Монолизе Айзио Торской. Это портрет Монолизы, который был изначально написан Леонардо да Винчи. И почему я решила с вами поговорить об этом портрете? Дело в том, что само название картины Монолиза меня достаточно заинтриговало. По-другому еще произведение называется Жаконда или Мадонна Лиза. Вот само название Мадонна переводится как Моя госпожа. И именно Моей госпожой называли языческих богинь, матерей. И имя Лиза у меня как-то ассоциативно перешло в имя языческой богини Исиды или Изиды. Достаточно похожее вот такое созвучное имя. И я решила рассмотреть этот портрет и поискать те элементы символики, которые принадлежат египетской богине Исиде или Изиде. И вы знаете, я их нашла на этом портрете. И я вам советую посмотреть. Достаточно очень интересный будет процесс. Но смотреть нужно не на экране монитора, а лучше смотреть на телефоне на мобильном. И причем старайтесь приближать изображение, удалять изображение. То есть смотреть с разных ракусов, переворачивать кверх ногами. И вы увидите, как много символов и всевозможных таких вот загадок нарисовал, написал Леонардо да Винчи для нас. И это не просто картина, а картина-загадка. Ну, я думаю, что мы все-таки ее разгадаем, эту загадку. И я думаю, что, возможно, я даже близка к этой разгадке, поскольку считаю эту девушку языческой богиней Исидой. Я знаю, что Леонардо да Винчи поклонялся языческой матери-богине. И поклонялись ей многие художники и композиторы именно этой эпохи. Причем с Моной Лизой он не расставался до последнего дня. Хотя в последние дни он читал Библию и просил прощения у Бога. Но, тем не менее, я думаю, что на первом месте у него было поклонение языческой богине. Поскольку говорят, что Леонардо был нетрадиционной ориентацией. А Мона Лиза или богине Исида, она была покровительницей гомосексуалистов. Поэтому многие творческие люди поклонялись именно этой богине-матери. Итак, что же я нашла из ее символики? Ну, во-первых, сам цвет платья. Цвет платья здесь приглушенный, но не ярко акцентированный, но он зеленого цвета. Поскольку платье богини Исиды изображается, как правило, зеленым. Так как она является, кроме богини-матери, еще богиней плодородия. Во-вторых, посмотрите на положение рук. Как правило, богиня Исида и также богиня Астарта, которая, собственно, также является богиней-матерью, она все время скрещивает руки под грудью. Что еще здесь сразу бросается в глаза? Ну, во-первых, отсутствие бровей. Отсутствие бровей говорит о том, что это существо, собственно, бесполое, либо гермафродит. Многие считали богиню Исиду либо гермафродитом, либо богиней, которая родила все-таки своего сына Гора посредством партеногенеза. И я считаю, что все-таки отсутствие бровей не дань моде, а как раз причина двуполости данной богини. И что еще сразу же бросается в глаза? Это две языческие колонны по краям. Причем вот эта колонна, когда ее рассматриваешь особенно на экране телефона, то она смотрится черной. Вот это явно белая, а вот это черная. Дело в том, что в раннем периоде поклонялись именно богини с черной кожей. И многие племена поклонялись именно черному камню, столбам, идолам из черного камня. И поэтому, может быть, не случайно, как-то вот этот цвет вот этой колонны более приглушенный и выглядит такой темным. В основании колонны изображен маленький ужик или такая небольшая змейка с глазками. Хорошо присмотритесь. И сам камень колонны, вроде как, вот здесь должен быть рельеф колонны, но все-таки это больше напоминает змею, которая обвивает колонну. И вот здесь вот расположены такие два глазика. Хорошо присмотритесь. Если здесь вот колонна чистая, ее видно, что тут ничего такого нет, то здесь вот действительно есть змеи вот в этой области. Теперь я вам сейчас покажу самые такие крупные объекты, которые бросаются в глаза. Вот здесь вот возле локтя расположено животное. Вот два глаза у этого животного. Я, конечно, зная символику, рассматривала и искала вот именно те символы, которые присущи Исиди. И очень сильно это животное напоминает шакала. Вот он, вот здесь расположено. Вот здесь, если рассматривать облака, изображена голова льва. Вот здесь вот лапа льва. Причем надо перевернуть изображение, посмотреть его кверх ногами. Здесь копыта. Копыта коровы. Ну, вы знаете, что корова является символом Исиды. Что еще интересного я нашла? Вот сразу бросается в глаза вот этот объект. Причем он двойной. Вот здесь вот изображена огромная змея, голова огромной змеи. Вот здесь вот глазки. И змея как бы плавно перерастает в единорога. И то, и другое является символом Исиды. Причем, ну, вы должны помнить о том, что она является правнучкой бога Амон-Ра. Он изображался, как правило, в виде огромного змея. Но, собственно, и сама вообще змея любого размера. Она лицетворяла, конечно, саму богиню Исиду. Теперь вот здесь вот в этой области расположена голова ребенка. Достаточно, причем, крупное такое лицо. Здесь на воротнике вы увидите уже, причем их достаточно много. Глазки вот здесь расположены у ужиков. По краю выреза орнамент из цветочков. Это цветочки миндаля. От миндаля вниз отходит тоже большое количество ужиков. Глазками кверху, как правило. В волосах вот этой вот девушки тоже изображена вот в этом месте змея. И глаза у нее снизу. В складках платья вы обнаружите везде большое количество ужиков. И глазки ужей вы обнаружите вот здесь вот на пальчике. Вот это те объекты, такие крупные, которые я заметила. Вот это вот не просто роща. Хотя, в принципе, она как бы является как раз тем моментом, который говорит о том, что это языческая богиня. Поскольку поклонялись-то ей в первую очередь где? В рощах и на горах. Поэтому здесь изображена рощица и горы. Что я еще здесь нашла? Она являлась богиней скорпионов или госпожой скорпионов. Скорпионов вы рассмотрите вот здесь. Если перевернете изображение кверх ногами, то вот здесь вот много-много маленьких скорпиончиков найдете. Причем вот здесь еще есть изображение скорпиона. Ну, нужно присмотреться очень хорошо. Ну, и не нужно забывать о том, что, естественно, когда поклонялись этой богине, то приносили ей в жертву большое количество детей. И если вы вспомните ту ситуацию, когда бог-творец выводил народ Израиля из египетского рабства, то основной причиной было то, что египтяне убивали всех младенцев, израильтял. И по какой причине они это делали? Они приносили их в жертву. Это доказывает то, что Исиди приносили в жертву именно младенцев. И если мы будем говорить, например, о такой же богине матери Астарте, которая пришла к нам из Финикии, ну, это богиня другого пантеона, ей тоже приносили в жертву малышей. И если вы присмотритесь, вот вся одежда, она буквально состоит из маленьких черепов. То есть здесь вот большое-большое количество маленьких детских черепов. Эти же черепа вы увидите и в волосах, вот в этих кудряшках. Особенно их много. Вот на втором портрете Монализы, где она изображена, на другом фоне. Что здесь еще интересно? Переверните картину обязательно. И вот здесь вот много еще найдете всяких змеек. Но кроме змеек здесь изображены три дороги. Дело в том, что изначально, конечно, она является просто Исидой, а потом она становится Тривией, богиней трех дорог. И я вам расскажу это в следующем видеоролике. Теперь вот если вы сбоку посмотрите вот на этот объект, то есть на рощицу, то увидите, что это либо голова мухи, либо голова пчелы. Но я больше как-то ассоциировала это с головой жука-скоробея. А жуком-скоробеем... Жук-скоробеем был символом бога Амон-Ра. Но вы знаете, что Исида была его внучкой. То, в принципе, я считаю, что все-таки это голова жука-скоробея. Если будете рассматривать небо, обязательно просматривайте каждое облако. Потому что тут очень много всевозможных символов зашифровано. У меня плохое зрение. Я вот сколько смогла рассмотрела и вам рассказала. Если смотреть на небо, то оно напоминает вообще какой-то вот такой текст газеты с буквами. Не знаю, что это обозначает, но тем не менее я увидела так. Это вот те символы, о которых я хотела рассказать. Я думаю, что вы найдете еще больше. Достаточно интересный процесс. Всего вам доброго. На этом, собственно, этот видеоматериал заканчиваю. Так что вот моя версия все-таки, что это не просто Мона Лиза, не просто девушка, а языческая богиня Исида или Исида, которой поклонялся Леонардо да Винчи. Всего вам доброго. До следующих видеороликов.